Друзья, всех виталий. Это канал Фабрика Новым. Меня зовут Анастасия Фадор. И мне есть сегодня Шиман Бриман, израильский историк. Здравствуйте. Добрый день. Начнем вот с какой информации. Конечно, из того, что сейчас происходит и в Израиле, и в сектор Агаза. Потому что вот видим запись разговора израильского офицера разведки с жителем города на севере сектора Агаза. То есть там говорится о том, что Хамас не дает даже мирным жителям эвакуироваться, пытаясь сохранить для своих сил такой живой щит. Также помним, что председатель политбюро Хамаса сказал жителям, что не нужно эвакуироваться на юг сектора, мол, мы остаемся на своей земле. Ну и напомню, что сам Ханя при этом покинул сектор за пару недель до начала войны. Что происходит сейчас? На какой стороне Израиля? Есть ли вот, да, вот это уже видение окончания этой войны? Мы находимся в данный момент на стадии завершения подготовки большой наземной операции против сектора Агаза. И никогда за последние 15, может даже 20 лет не собиралось такое количество резервистов. Израиль призвал около 400 тысяч солдат. То есть для небольшой страны это огромное количество. Для сравнения, что, скажем, в прошлые годы для каких-то небольших военных операций против сектора Агаза, против террористов Хамаса там призывалось, может быть, 30 или 40 тысяч человек. То есть тут идет речь о том, что были призваны в 10 раз больше, чем в прошлые годы. То есть ожидается очень крупная военная операция, которой никогда не было. Израиль понял, что в предыдущие годы, скажем, те операции, которые были в 2008, 13, 14, 15, 21 годах, можно их много описывать, но эти операции все были полумерами. То есть все наши попытки создать какой-то статус-кво, чтобы Хамас прекратил террор и прекратил нападение, ни к чему не провели. То есть были иллюзии у израильского правительства, что если позволить передавать Хамасу в сектор газы финансирование из Катара, например, то это как-то успокоит Хамас. Это все оказалось рухнувшими иллюзиями, то есть перед нами находится террористическая организация, которая подчинила себе примерно двухмиллионный сектор. И, к большому сожалению, часть этого населения, вопрос какая, большая или малая, но она поддерживает этих террористов. То есть есть масса видео, когда многотысячные толпы жителей Газы скандируют с радостью о том, что убиты израильтяне. На днях были видео, что жители Газы, огромная толпа, тысячи человек находятся во дворе больницы, и там они скандируют смерть евреям, смерть Израилю, и наблюдают, как из соседнего двора вылетают ракеты в сторону Израиля. То есть перед нами ситуация, когда очень трудно отделить террористическую организацию от населения. Несмотря на это, Израиль по всем нормам международного права обратился к жителям Газы с предложением, что вы можете и рекомендуется вам покинуть северные районы сектора, которые самые густонаселенные, для того, чтобы отойти на юг, в сторону египетской границы, для того, чтобы не подвергать себя опасности военных действий. Но, как вы правильно отметили, что руководство Хамаса препятствует, то есть оно не разрешает своим жителям уходить на юг, мешает именно для того, чтобы эти жители остались живым щитом. Было вчера пропагандистским каналом Хамаса опубликовано видео о том, что якобы там какая-то гуманитарная группа или гуманитарный конвой жителей Газы был обстрелян из израильской авиации. Это в чистом виде фейк-ньюс, который разошелся по мировым СМИ, и вот это пример того, что сами террористы пытаются запугать своих же мирных жителей, чтобы они не двигались и оставались на месте. Это вот примерно так, как, скажем, руководство нацистской партии в апреле 45-го препятствовало бы жителям Берлина уходить из города и так далее. То есть перед нами в самом чистом и неприкрытом виде нацистская организация по своей идеологии. То есть суть этой идеологии в том, чтобы убивать людей, убивать евреев. То есть у них нет других целей. И, скажем, главной и единственной целью вот этого их рейда 7 октября было не достижение каких-то военных результатов, ничего подобного. То есть цель была единственная вырезать, убить как можно больше мирных жителей. И вот это и произошло. Мы переживаем сейчас в Израиле самые трагические страницы. И вот день 7 октября он оказался для еврейского народа днем самых страшных, огромных потерь, каких наш народ не нес с момента окончания Второй мировой войны. То есть после окончания Холокоста не было такого дня в мировой истории, чтобы за один день гибло 1300 человек в еврейском народе. И эта трагедия, которую мы переживаем, она еще потребует от нас же осмысления. Но что я могу точно вам сказать, что израильское общество стало другим. То есть общество получило шок настолько большого масштаба, что мы сейчас видим здесь в стране полную поддержку военных решений правительства. То есть народ сплотился, были забыты политические распри, было создано правительство чрезвычайной ситуации. И вчерашние политические противники объединились для одной единственной цели. Для защиты страны и для того, чтобы сломать хребет этим террористам. Также сегодня важно понимать, готовы ли Израиль к большей войне. Потому что, во-первых, знаем, что террория Израиля была обстрелена со стороны Сирии. Армия обороны Израиля сообщает, что ведет сейчас ответный огонь по сирийской территории. Власти Ирана заявляют в своей готовности вмешаться в войну Израиля с Хамас, если обстрелы с Этерогаза не прекратятся. Вот здесь какие прогнозы? Возможно ли действительно, что кто-то встанет на сторону Хамаса и будет тогда, получается, еще труднее? Да, есть такие опасности, есть такие угрозы. И израильская армия многие годы разрабатывала сценарий действий сразу на нескольких фронтах. Мы были готовы и готовы сейчас к конфронтации сразу с трех или четырех сторон. Эти планы были нам понятны и известны, что есть силы, которые ненавидят государство Израиль настолько, что готовы начать против нас войну. И вот в те минуты, как мы с вами разговариваем, еще идут перестрелки на нашей северной границе с ливанской стороны. То есть были буквально час назад минометные обстрелы и обстрелы из противотанковых ружей по нашим позициям, по маленькому приграничному поселку с нашей стороны. Израильская армия, артиллерия и танки отвечают по точкам, откуда наносились эти выстрелы. Но пока что это все больше напоминает провокации Хизбаллы для того, чтобы спровоцировать какой-то более серьезный израильский удар. То есть на данную минуту, я подчеркиваю, это может измениться через час или через день или через два. Но на данную минуту Хизбалла, как большая и хорошо оснащенная вооруженная террористическая организация, контролирующая весь юг Ливана, она не начинает против Израиля полномасштабной войны. Хоть ее и подталкивают к этому те же самые иранцы. Надо еще отметить вот такой фактор, как американское присутствие. То есть американский наш союзник буквально в первый же день этой войны по решению президента Байдена пришел сюда, к берегам Израиля, пришла ударная авианосная группа с авианосцем Джеральд Форд. И вчера началась сюда движение вторая авианосная группа, тоже усиленная американскими истребителями, с авианосцем Дуайд Эсенхауэр. И такой силы, такой концентрации американской ударной силы в регионе мира не было уже многие годы. И это американское присутствие является очень серьезным предупреждением как Хизбалле, так и Ирану, чтобы они не встревали и не открывали вот этот второй северный фронт. Вопрос просто, насколько Хизбалла и Иран вменяемы, и насколько они это предупреждение американцев поймут и услышат. Еще такой важный аспект. Армия Бронь Израиля сообщает, что на юге сектора Газы был вычислен и ликвидирован еще один командир отрядов, которые относятся к Хамасу. Вот здесь, да, я так понимаю, что ликвидация командиров, основателей, это мало. То есть нужно, как говорил премьер-министр Израилев, уничтожить весь Хамас. Насколько это сегодня возможно? Ну, я так понимаю, это операция не одной недели, наверное, должна быть. Это возможно. И для этого Израиль и мобилизовал вот такие огромные военные ресурсы. И вот то, что, скажем, операция началась не сразу же после вот этого мега-теракта, наоборот, говорит о том, что израильская армия и правительство тщательно готовят. То есть они не бросают свои силы в бой просто из соображений, эмоций или мести. То есть уже вот девятый день прошел после этой бойни, и эти девять дней как раз были потрачены на подготовку израильской армии. Технически ликвидировать и оккупировать сектор газа можно. То есть это полоска суши, которая имеет длину 54 километра и ширину от 6 до 12 километров. То есть это небольшая территория. Другое дело, что это густонаселенная территория, очень урбанизированная, город Газа с почти миллионом жителей. И это все, понятное дело, что будут трудные городские бои. Я уверен, что у нашей армии есть планы и программы, как избежать больших потерь для наших наземных сил. То есть не будет каких-то там лобовых атак, и будут какие-то более маневренные и умные действия. Есть большая опасность из так называемого метрополитена Газы. То есть они прорыли в этом секторе такое количество туннелей, что для склада в оружие и для перемещения боевиков, что в нормальной мирной стране там уже можно было пустить метро. Но вот проблема и характерная особенность этого сектора в том, что Хамас тратит все ресурсы сектора, все финансы на одну цель – на войну, на убийство, на подготовку боевиков. То есть можно было бы за 15 лет превратить этот сектор в цветущий сад. То есть он находится на прекрасном берегу Средиземного моря. Там, например, качество песков и пляжей лучше, чем на французской ривьере. Там можно было сделать отели, туризм. Ничего этого не делается. Это пример того, как террористы занимаются и самоуничтожением, и подвергают опасности гибели все свое мирное население. Ну и этому есть объяснение, потому что если верить СМИ в то, что деньги идут из Москвы, в России же тоже все плохо, в многих регионах страны люди просто не имеют туалета в доме, но видим, что Пусину нужны новые территории в Украине. И они идут якобы освобождать от чего-то. Вот такой себе русский мир. То есть если верить вот этим всем информациям, например, вот пишется Wall Street Journal, что Хамас получил миллионы долларов из-за криптобиржи с офисом в Москве. Хамас благодарит Путина за заявление и поддержку Палестины. Ну и сейчас уже публикует фотографии и вспоминает, как Лавров с делегацией Хамас в Москве в 22-м году вместе встречались и что-то обсуждали. Вот здесь роль России какая, по вашему мнению? И будет ли такое полноценное расследование о том, насколько помогала и чем Россия Хамасу в войне против Израиля? Роль России здесь абсолютно циничная. То есть Россия даже не пытается скрыть, что она поддерживает Хамас. И как вы правильно отметили, и вот эти фотографии на экране, что делегации Хамаса регулярно, там каждые несколько месяцев и полгода приезжали в Москву все последние годы. И их встречали как самых дорогих гостей, при том, что у них у всех руки по локоть в крови мирных жителей, мирных израильтян. Россия объясняет это тем, что вот она настолько толерантная, что она разговаривает со всеми. И Путин вчера даже предложил, что вот Россия готова стать посредником между Хамасом и Израилем. Это звучит просто как какое-то издевательство. И понятное дело, что российский фактор здесь есть. Кроме того, надо отметить, что по разным сообщениям разведца общества возможно, что боевики Вагнера, россияне, готовили, тренировали хамасовцев именно в том, что касается управления боевыми дронами и сбрасывания взрывчатки с летательных аппаратов. То есть те профессиональные вещи, которые они опробовали, к сожалению, вот на украинском фронте в войне против Украины. И тут тоже есть определенный российский фактор. Я еще всю последнюю неделю листаю, смотрю российские социальные сети и так называемых военных экспертов россиян. Там просто праздник. Там просто идет фестиваль злорадства и мнение, что вот так израильтянам и надо. Это вам за то, что вы поддерживали Украину, это вам за то, что вы союзники Америки и так далее и тому подобное. Просто вот огромная радость. И на фоне этого я вижу и получаю звонки, мнения, письма, мейлы от десятков украинцев, которые поддерживают Израиль, выражают простую человеческую солидарность. Я просто вам скажу, вот как человек, что меня это тронуло. И я хочу большое спасибо сказать украинцам, которые нас поддерживают. Нам это реально важно. Украинцы понимают, наверное, как никто. Когда мы видим все эти картинки, что делает Хамаса с мирными жителями, это повторение Бучи, Ирпеня и многих других городов. И вот очень-очень похожий почерк России. Поэтому мы когда видели, мы на самом деле честно плакали. Эти кадры просто шокировали. Хотя да, чего мы уже не видели. Но там, кажется, зверства были еще больше, в больших масштабах. Ну вот не знаю. Теперь, конечно, вот так понимаю, что Израиль будет разбираться, в общем, как могло быть такое, да, что прорвали границу. Сейчас есть разные версии. Была изначально версия, что якобы изнутри кто-то был заинтересован, чтобы помочь арестам. Кто-то говорит, что это был день праздника, поэтому не все люди были недавно настолько бдительны. И часто называют эксперты это позором Израиля, что не смогли уберечь людей. Понятно, что каждая страна будет винить себя в первую очередь, что не смогли защитить. Вот здесь, как думаете, насколько будет тщательно проводиться расследование, да, вот кого могут признать виновным, потому что наверняка, да, где-то будет какой-то, ну, так как говорят, проптык. Кто-то не доглядел. Я абсолютно уверен, что после войны будет создана госкомиссия по расследованию вот этого мегапровала. И та критика, которую мы сами говорим о себе, никакие зарубежные эксперты нам этого не скажут. То есть у нас реально свободное общество, где ведется свободная дискуссия, и у нас открыто критикуются и военное, и политическое руководство. Звучат слова, и вот те вопросы, которые вы называете, тысячи и тысячи израильтян их тоже называют. И мы встречаемся друг с другом, все соседи на детской площадке, родители, все спрашивают друг у друга один и тот же вопрос. Как это могло произойти? Как это могло произойти? И расследование будет максимально тщательным. Я просто уверен. И да, будут и наказания, будут и завершения политических карьер тех людей, которые это все провалили. Но сначала, то есть пока идет война, правительство работает, и более того, есть национальное единство, которое очень хорошо показывает дух израильтян, что в минуту опасности мы сплотились. И, например, процент мобилизованных резервистов был более 100%. То есть от того количества людей, которые получили повестки в свои военные части, пришло больше людей, чем было повесток. То есть пришли еще и добровольцы. В моей синагоге мой знакомый Равин, которому 47 лет, и который уже не призывного такого боевого возраста, но раньше он служил в парашютистах, он сам добровольно пошел на военную базу. И таких примеров сотни. Есть сотни и тысячи израильтян, которые находились в Европе, Канаде, в США, и они бросили все, покупали билеты по любым ценам, и прилетают сейчас в Израиль, чтобы защищать свой дом. У всех есть простое какое-то базовое инстинктивное понимание. Это абсолютно справедливая война за свой дом. И никак иначе, за свою семью, за жены детей. Да, на самом деле, вот этот момент, когда сами израильтяне сказали, что это наш провал, это наш стыд, это, конечно, меня очень сильно поразило, потому что обычно после войны разбирают, а сейчас уже в первые дни об этом заговорили, причем сами эксперты и официальные лица, это, конечно, сильный народ. Здесь нечего больше добавить. О том, да, вот мы говорили немножко о том, другие страны могут ли присоединиться, о руле России. Здесь вот такой себе Кадыров, который обычно пиарится, как мы уже видели по его тик-ток войскам в Украине, заявляет, что Путин с уважением относится к исламской религии, мусульманам в целом, и вот что вот если бы остальные страны Запада вели себя подобным образом, то войны между Израилем и Палестиной не было бы. Ну и также он сказал, что он готов отправить свои войска, действия которых мы уже видели в Украине, это ничего они не показали, готов отправить, помогать Хамасу. Вот здесь, да, вот роль таких людей, насколько на них вообще обращают внимание? Ну, это из области анекдотов, конечно, никто его никуда не пустит вообще на Ближний Восток, это все понятно. Это, как вы правильно отметили, это в чистом виде пиар, может быть, его огорчило то, что хамасовская ракета, вместо того, чтобы попасть в израильский город, залетела в арабский город, мусульманский, и попала в мечеть, которую финансировал он и его семья. Вот, возможно, это стало причиной вот этого такого тикток-заявления. Вообще, в последние дни были ситуации, когда арабские ракеты падали на арабские поселки и города Израиля, и вот интересно, что Хамасу абсолютно все равно, куда попадают их ракеты, по мечетям, по своим же мусульманам-арабам, то есть на все у них находится ответ, мол, те, кто погибнет от их ракет, они как бы заранее попадают в рай, как мученики, и поэтому не проблема, если они промахнутся. Кстати, да, вот мы видим такую яркую поддержку России. Здесь такой вот логичный вопрос. Во-первых, помним, что аэропарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. В Америке впервые допускали еще вот в этом году признание страной террористам, ну и также вспоминали там при этом Китай. Вот здесь, что не дает сегодня признать Россию страной террористам, наверняка, может бы, если бы это было сделано ранее, может быть, были немножко связаны руки в помощи тем же, тому же Хамасу в Палестине. Вот здесь нелогично ли сегодня уже об этом подумать, потому что роль России здесь очень очевидна? Роль России очевидна. При этом, так как у России есть дипломатическое влияние и давние связи, наработанные десятилетиями с арабским и мусульманским миром, то, скажем, вот Израиль, хоть и понимает вот эту роль России, но не стремится прямо сейчас вот бить горшки все сразу и рвать там какие-то связи с Россией, потому что, например, если будет необходимость разговаривать через каких-то посредников, скажем, об освобождении пленных, то в числе таких посредников, может быть, как Турция, так и Египет, может быть, даже и какие-то российские дипломаты тут могут оказать некую пользу, потому что среди заложников, скажем, как и среди убитых в этой резне, есть граждане России. То есть вот проблема заложников и их освобождение, это, безусловно, вторая проблема после самих военных действий. То есть как их освобождать, это будет гигантский труд и огромная проблема. То есть у нас в Израиле, скажем, создан комитет, то есть объединились родители людей и родственники вот этих заложников. По данным на сегодняшний момент, это 129 израильтян, которые захвачены и угнаны в газу, и правительство наше, безусловно, будет им помогать, но никто, даже самые большие оптимисты не говорят сейчас, что мы добьемся их освобождения. Потому что хорошо быть оптимистом в теории, но вот практика и реальность этой жестокой войны показывает, что шансов, к сожалению, очень мало. Также, видимо, такую настораживающую информацию пишет, что комиссия по стратегическому планированию Конгресса США подготовила доклад на более чем 100 страниц, в котором рекомендовала американским властям готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. Вот здесь можно ли говорить, что именно после вторжения Хамаса ситуация в мире стала более напряжённа, третья мировая на пороге, как часто уже говорят об этом эксперты, ну и понятно, что Хамас своими действиями развязал руки другим диктаторам, террористам и показал, что ну вот можно делать и такое. Пока за это якобы ничего нет. Та информация, которая есть, и те выводы в этом докладе Конгресса, они касаются перспективы на несколько лет вперёд, может быть, на много лет вперёд. И это какая-то гипотетическая опция, что, возможно, такая война. То есть нужно быть готовым к любым сценариям. На данный момент мы имеем войну между государством Израиля и террористической организацией, которая базируется в относительно маленьком секторе. хоть и маленьком по территории, но густо населённым. И интерес Израиля в том, чтобы эта война не выросла до тех масштабов, о которых вы говорите. То есть наш интерес, чтобы эта война так и осталась вот войной в этом секторе. То есть никто не хочет расползания и увеличения, расширения этой войны, этих военных действий. Опять-таки, я подчёркиваю, что для этого, для вот такого устрашения и предупреждения и пришёл к нашим берегам американский боевой флот вместе с американскими истребителями, я надеюсь, что в последний момент вот иранское руководство и руководство Хизбаллы остановятся и не перейдут в вот эту красную черту открытия второго северного фронта против Израиля, потому что вслед за этим будет вступление уже американских сил в эти военные действия. То есть американцы говорят израильтянам, что вы пока занимаетесь югом, то есть проводите операцию против сектора газа, а мы будем обеспечивать, прикрывать ваш северный фланг, северный фронт. Я очень надеюсь, что вот эта ситуация так и останется региональной и не расползётся дальше. Ну, такой, наверное, более глобальный вопрос. Мы говорили о том, что уничтожают разных командиров, основателей Хамаса. Если вот мы говорим сегодня о войне в Украине, когда-то Зеленский сказал, что если убить Путина, война закончится. А вот не стоит ли сегодня брать примеры с Израиля и говорить о том, что не стоит столько убить Путина, а, наверное, весь режим путинский, потому что это целая машина, это не один человек точно командует всем этим. И очень часто были и разные статьи в западных СМИ, что идеологами были и другие люди, которые сегодня при власти. Как сегодня работать в плане России? Ликвидация Путина, целые своры. Что нужно делать? Вы хотите от меня рекомендации по ликвидации Путина? У меня их нет. И если бы это было так легко, то израильтяне тоже бы давно уничтожили и руководителя Хизбаллы, и Хамаса, которые скрываются, укрываются в бункерах. Например, лидер Хизбаллы Хасан Насрала, он вот начиная с 2006 года уже 17 лет не выходит практически из бункера. Человек живет под землей, прекрасно понимая, что он цель номер один первой же израильской атаки. То есть, они могут похваляться чем-то, бряцать оружием и громкими словами из бункеров, но они очень ценят и дорожат собственными жизнями. Как, например, и лидер Хамаса, который вообще не находится на территории сектора, он находится в Катаре и живет там роскошной жизнью, подставляя свой собственный народ под ракеты, голод, бомбы и так далее. То есть, это люди, которые ни перед чем не останавливаются. Что касается точечных ликвидаций, то Израиль это делал и будет делать это принятая практика в борьбе с теми, которые хотят уничтожить нас. Знаете, есть очень древний старый принцип еврейской религии, он еще из Талмуда, он говорит о том, что тот, кто пришел убивать тебя, убей его первым. И не просто убей, а ты обязан убить его первым ради собственной жизни. То есть, тут нету никаких моральных каких-то рассоливаний. Есть четкий принцип. Те, кто пришли убивать тебя, ты обязан их убить первым на упреждение. Что же, мы уверены, что будем также брать пример с Израиля. Израиль показывает, что нет ничего невозможного, но, конечно, верим вместе с вами в победу над террористами. Буду вас благодарить за важные разговоры. Конечно, говорить спасибо за то, что в такое трудное время вы выходите и так же с нами разговариваете. Спасибо вам и спасибо народу Украины за поддержку и солидарность. Дякую, друзья. Это Шимон Бриман, историк, журналіст, был с нами. а также дякую вам, что остались с нами до конца. Лишайте ваши подобачи, так же комментарии про все, что думаете. Ну, конечно, бережьте себя каждый у цей нелегкий час. До встречи. Редактор субтитров